Всем привет! Хочу сегодняшнее видео посвятить своим станхопиям. В прошлом году их у меня было три. Третья была совсем малютка. Я очень надеялась на ее рост и развитие, но, к сожалению, после моих обработок от клеща она не выдержала, ну и погибла. Поэтому то, что я делала, я считаю, все равно я делала правильным. Я считаю, что если растение было заражено, то его реально нужно лечить. Не нужно ждать чего-то с небес, как говорится. Но на сегодняшний день у меня их две. Две взрослые. Именно те, которые пришли ко мне, как я уже сегодня понимаю, именно с этим панцирным клещом или даже не панцирным, а, скорее всего, плоскотелкой, которая размножалась у меня достаточно долго в моих хороших условиях для них. Поэтому обработка была снова проделана буквально недавно. Это было просто опрыскивание по листу. Ну и, соответственно, пролив субстрата. Эти станхопии у меня были посажены изначально в кору с омхом, с пенопластом и углем. Они росли и развивались очень замечательно. В симбиозе с теми самыми клещами и, может быть, еще с чем-нибудь. Я, честно говоря, даже не могу сказать сейчас. Но, тем не менее, после пересадки, после моих обработок, чахнуть стало именно маленькое. Две взрослые на сегодняшний день, в принципе, чувствуют себя неплохо. Конечно, они лишились некоторых больб. Вот, в частности, вот у этой еще одна больба начинает подгнивать, как вы можете видеть, последняя, то есть самая старая. Но я не теряю надежды. В любом случае, растение растет и развивается. Корни у них сейчас хорошие. Листья в замечательном состоянии, но эти листья были не мои, так скажем. Это растение пришло с этими листочками и с теми самыми пятнышками, о которых я интересовалась. Но, к сожалению, говорю еще раз, я не смогла выяснить тогда, на тот момент, что это такое было. Поэтому все, что я проделала позже, все равно дала свои результаты. И на сегодняшний день они растут и развиваются. А это главное. У одной из них, а именно вот у этой, вот название сейчас покажу вам, есть новый рост. Вот такой красивый росток у нас развивается хорошо. Корни, опять же, вот они, они лезут наружу. Не понимаю, почему. Все им должно быть хорошо. Там мох в основном внизу. Кокос, в принципе, только уложен по краям. Также видны корни снизу. Очень надеюсь на то, что она все-таки найдет путь и вернется обратно туда. Посажено в слегка, так скажем, уложенный мох. Я не прижимала очень сильно. Ну и сверху в конце уже вот недавно, буквально месяц как, я подсыпала буквально коры, потому как он улегся. Ну и, соответственно, растение уселось. В общем, это растение дало мне прирост. Я этому очень рада и очень надеюсь на то, что оно процветет. В доме тепло. Здесь солнечно более чем. Нет прямых солнечных лучей, сразу скажу, потому как я всегда притеняю, если очень оно яркое. Но будем наблюдать и смотреть, как же оно будет развиваться. Да, забыла сказать, есть некоторое количество осмокот. Я подсыпала именно в корзинке. Но немного, сразу скажу, там даже меньше, чем чайная ложка. Все равно я поливаю свои растения умиральными удобрениями. Зима была фосфорные удобрения. И, в принципе, я думаю, что этого более чем достаточно. У второй красотки пока новых ростков я не заметила, но развитие корней пошло. А это значит, и она также придет в себя. Это нигравиоласия. Или... Да, нигравиоласия. А, это осиденсис, получается. Вот, вспомнила название. Вот, и получается, что это тип, в принципе, разновидность, которая должна быть темными цветами. Я не знаю, насколько правильно мне прислал продавец. Теперь буду уже ждать цветения. И, соответственно, определять, то ли это растение, которое я хотела. То, что оно потеряло бульбу, еще раз скажу, это не страшно. В принципе, они старые. И, опять же, те обработки, которые я проводила, очень тщательными были. Поэтому я очень надеюсь, что они будут расти дальше и развиваться. Вот такое хорошее видео. Можно сказать, почему хорошее. Потому, как, в любом случае, для меня это результат. Результат того, что этот год пройден не зря. Я обнаружила вот этих нехороших товарищей, которые жили в этом субстрате. С которым они пришли. Опять же, я его не обрабатывала. И потому, то, что на данный момент у меня растет, я очень рада. Поэтому будем ждать и наблюдать за их дальнейшим развитием. Всем большое спасибо за комментарии, за просмотры, за то, что вы участвуете в той или иной степени в жизни моего канала. Я желаю всем здоровья, удачи и хорошего настроения. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok